Вот, я люблю Хабаровск. То есть этот рисунок у нас будет здесь, да? Да, на двух окнах. Утро студентов Хабаровского колледжа искусств началось с рисования. Закрашивают граффити вандалов. Теперь на шумозащитной стене по улице лейтенанта Орлова жители Хабаровска могут наблюдать достопримечательности города и края. Спасибо большое вам, девчонки, за вашу инициативу. Молодцы! Не так, как обычно, начали свое утро и другие жители Хабаровска. Например, 100 сотрудников судостроительного завода вышли на уборку территории. Здесь мэр Сергей Кравчук обратил внимание на разбитую дорогу возле предприятия. А может быть, пораньше сделать, чтобы ее не разбивали? 29 июня. Может быть, в мае сделать? Все, все, все. Да, в ближайшее время. По времени. Мы все договорились. Спасибо. Удачи вам. Во время общегородского субботника в микрорайоне Красная речка была высажена аллея из Маньчжурского ореха. Всего вдоль украинского проезда появились 20 саженцев. Эта вот аллея по просьбе жителей улицы Украинской. Потому что, когда здесь прокладывались сети, деревья были вырублены. И они попросили, чтобы пыли поменьше было, эстетику вернуть, красоту. И тогда, вы знаете, я возмущалась, прям кричала, вот прям так это. И вот вчера увидела эту аллею, прям мне радостно-радостно. Я за вас-то рад, что вы обрадовались. Благодарю вас. Также на улице Украинской глава краевой столицы осмотрел водораспределительные колонки. Сергей Кравчук ранее давал поручение обеспечить финансирование строительства водопроводных сетей в этом микрорайоне. Благодаря этому здесь появилась качественная питьевая вода. В планах на 2023 установить новые колонки на улице Барабинская. С видеонаблюдением стало меньше происшествий. Вандализм, да? Да, вандализм. Вот. Вот о чем я всегда говорю. Причем значительно меньше. Всегда говорю, где камера стоит, там хулиганов нет. По программе «Безопасный город» в декабре прошлого года в сквере Березовая роща на улице Матезалки были установлены камеры видеонаблюдения. Два года назад эта зона отдыха была благоустроена по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. И с тех пор сквер стал любимым прогулочным местом детей и подростков. В день субботника Березовую рощу убирали ученики 83-й школы. Город – это наш родной дом. Он должен быть красивым, опрятным. У нас в мае впереди еще один субботник будет. Но вот этот субботник – это предшествие к праздникам, к великим праздникам. Это прежде всего день победы, великой победы, первомайский праздник. Надо делать так, чтобы у нас на душе было радостно. А когда уютно, красиво, чисто, тогда и душа поет, и хочется улыбаться, и хочется творить. Возле арены «Ерофей» мэр дал старт чистым играм. Больше 200 молодых людей поделились на команды по четверо. Перед ними стояла задача убрать дамбу и набережную от мусора за 50 минут. Помимо того, что мы собираем мусор, мы его отсортировываем. Дальше мы передаем его в обработку. То есть это отдельно пластик, металл, стекло, алюминий. Там им зачисляют баллы в специальном приложении, которое было разработано организаторами всего проекта. Он проводится по всей России. По набранным очкам и баллам выбирают победителя. Победителям дарятся призы от партнеров. Почти 30 тысяч хабаровчан во время общегородского субботника убрали 46 площадей и скверов. Почти 2500 дворов и 28 несанкционированных свалок. Александра Пескун, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.